Одним новоселье, другим головная боль. Улица Пугачёва напоминает оживлённую городскую магистраль. Ещё бы огромный 30-тысячный микрорайон на юго-западе фактически построен, а ни одного нового выезда из него нет. Вот и едут по Пугачёву те, кому лень стоять в пробках на верхней Дуброве. Ходить очень страшно. Я хожу каждый день в садик, утром и вечером из садика. И дошло даже до того, что вчера я иду по тротуару с ребёнком, а мне сигналит водитель на большой машине, чтобы я ушла с тротуара, потому что разъехаться он не может за другой машиной. Каждый день между жителями и автомобилистами вспыхивают скандалы. Дорога шириной всего в 4 метра. По ГОСТу этого едва хватает на одну полосу. Так что водителям не до тротуара. Наши соседи вчера вечером переходил мужчина и женщина здесь дорогу, нёс снизу джип. Джип остановился, вышел мужчина, ударил пешехода по лицу и сказал, что ты здесь ходишь, я здесь еду. По нашей дороге в две школы ходят детишки. Не каждого могут родители проводить до школы. Очень страшно, душа замирает. Вот в пору хоть сиди на дороге, провожай каждого ребёнка. Уже 6 лет жители улицы ведут переписку с чиновниками всех уровней. Сначала здесь ходила в основном строительная техника, затем и транспорт жителей нового района. Люди мечтают, чтобы дорогу сделали односторонней. Восстановили тротуары, а на улице построили лежачих полицейских. Бордюры у нас сломаны. Вы видите, мы около домов уже сами ставим какие-то защитные укрепления, чтобы уже тут у нас проходит около домов водопроводы, канализация. Всё заезживается, всё сломано. Мы уже начали нашу переписку с 2007 года. У нас множество писем. И всё началось ещё с Непкова, Рыбакова. Но в результате никакого, как видите, решения нашей проблемы не было. В мэрии о проблеме знают. Сейчас главный застройщик нового микрорайона, компания СУ-155, выполняет свои соцобязательства. Построены два детских сада и внутри дворовые сети. На очереди строительство выездов на улице Чапаева и Диктора Левитана, который начнётся уже в этом году. А после... На 2014 год улица Пугачёва включена. То есть будет произведён ремонт асфальто-бетонного покрытия и, естественно, все прилегающие инфраструктуры в виде тротуаров, новых бордёрных камней. В нашем случае это никакой не штамп. Потому что вопрос, стоящий ли на личном контроле глава администрации города Владимира Андрея Шохина, будет обязательно решён. Посовещавшись, жители решили дорогу пока не перекрывать. Но ещё один учебный год, как минимум, им придётся водить своих детей в школу за ручку. И в страхе отпрыгивать от каждой машины, выскакивающей на тротуар. Евгений Локтионов, Иван Людков, Артём Горчаков. Шестой канал.